здравствуйте уважаемые друзья в эфире программа из истории церкви на урале я ее ведущий андрей печерин сегодня у нас в гостях профессор доктор философских наук проректор академии живописи вояния и зодчества владимир ильич большаков здравствуйте владимир ильич здравствуйте да сегодня мы хотели бы поговорить нашей программе из истории церкви на урале о почитании царственных мучеников вот сейчас как раз и не памяти не прославление царской семьи и вот вы владимир ильич насколько мне известно уже но более 25 наверно лет занимаетесь прославлением царственных мучеников и почитаете их и вы стояли в основе вот этого крестного хода который сейчас проходит и собирает но тысячи людей со всей россии приходят как же это все начиналось надо сказать что здесь совпало с одной стороны это мой горячий интерес с другой стороны это было послушание горячий интерес я я причину не могу сказать я сам не могу понять как я свое время очень такой успешный политик в таком был в общем кругу людей которые добились определенных успехов и в науке в политике и вдруг все оставляю и начинаю заниматься царской темой все мои родные близкие в общем так забеспокоились решили что что-то случилось со мной вот но потом когда прославили царскую семью через несколько лет они поняли что все в порядке ничего не случилось послушание связано с тем что самая такая авторитетная организация в те годы которая смогла заложить основы вот того движения которое привело к канонизации царской семьи и все церковного прославления это конечно союз православных братств вообще православное братство как институт они всегда возникали в смутное время почему ну понятно смута значит болезнь государства и болезнь всех его органов в том числе и церкви и вот 90 года когда она вдруг начала оживать вот тут очень важно было чтобы братство то есть люди живущие жизнью церкви но не не состоящий в клире чтобы они чтобы они значит вот проявили более активную позицию вот мне конечно на всю жизнь запомнилось надо чтобы об этом люди знали 92 год это был съезд союза православных братств вообще почетным председателем союза православных братств был патриарх алексей он как правило приезжал на съезды но тогда его не было и когда его не было обычно вместо него был митрополит сергий солнечногорский тогда сейчас он воронежский но он за примечательный еще тем что на этом в этом съезде принимал участие митрополит иоанн снычев и на этом съезде я делал доклад по царской семье и таким образом была резолюция съезда во первых значит обратиться есть обращение ко всей полноте церкви от имени съезда и и во-вторых значит вот начинать вот это движение здесь на урале мне было поручено организовать покаянный крестный ход вот это но вы знаете в иерусалиме виа-де-ля-роса дорога конечно царская семья это все-таки люди не боги но их духовная высота настолько величественна что наверное было бы оправдано как мы тогда думали а сейчас в этом никто не сомневается был оправдано вот это проследить вот каждый каждый шаг их крестного вот этого хода от высоты своего императорского престола до голгофы русской вот и 92-й год я поручено соответственно выполняю поручение приехал сюда с огромной пачкой икон таких бумажных и начал просветительскую деятельность везде в гостинице в консьержке где где бы я не оказывался везде значит показывал иконы дарил их и рассказывал народ был абсолютно несведущим ну просто пустыня как вот пришел в пустыню и еще штамм источник воды и но слава богу нашел двоих человек здесь ну мы с ними заранее договорились вот севастьянов анатолий оператор и михаил радченко они как раз до этого снимали фильм ганя на яме куда они меня туда отвезли мы все посмотрели и значит договорились что организуем этот крестный ход значит ну как и договор как и было решено вот в день и час как вот совершилось все точно повторить я помню накануне моего отлета в екатеринбург не было звонок от какой-то иностранной газеты от корреспондентки она спрашивала меня как я предполагаю значит сколько там тысяч будет людей ну я говорю трудно сказать но во всяком случае вот так об этом говорим обратились ко всем кому можем и и вот я при взял билет на самолет приезжаю в аэропорт домодедово но это день начал 90-х годов только из домодедово на восток были все рельсы на восток на урал я приехал заранее взял билет тоже заранее я был совершенно просто шокирован весь аэропорт замер то есть все все рейсы были остановлены погода прекрасная все хорошо и все пассажиры на лужайке разбрелись не зная что делать потому что вообще никуда не в не в тюмени не не никуда не улетишь чтобы ты мог доехать до екатеринбурга уже другим путем я конечно понял что это какая случайности в этом быть не может я сразу оттуда из аэропорта бегом на вокзал и успеваю прыгнуть в поезд который 16 все-таки сюда прилетает это 92 это 92 год я тогда понял что конечно эта тема в поле зрения самых влиятельных людей потому что остановить работу аэропорта на сутки это нужен такой высокий приказ что 90-е годы там вообще полное безобразие творилось и вдруг так такое четкое подчинение вот и конечно вот это сразу меня как бы задал тональность той ответственности которую мы на себя взяли вот начиная это действо как потом мне стало известно все кто целый день там провели это было 15 июня накануне все летели все кто там целый день провели устали решили что безнадежно не попадешь но никуда нельзя было улететь и разбрелись по домам а те кто упорные остались голицын князь голицын андрей кириллович еще кто-то такие проявили упорство они все-таки успели ночью прилететь и вот я к счастью успел приехать уже поездом 16 ну и вот мы собрались до этого была уже договоренность с владыкой архиепископа милхиседеком вообще его роли конечно надо будет как когда-нибудь найти время особенно поговорить потому что но это очень известный архиерей он до сих пор кстати жив это удивительным на покое до подмосковье и владыка милхиседеком благословлял это движение по почитанию царской он он да он благословлял у нас не были очень добрые отношения мы много раз общались ведь владыка милхиседек в девяносто третьем году в архиерейском облачении прошел весь этот путь ну то есть автобусом доехали до начала дороги на коптики и оттуда как в прифронтовая полоса кто знает кто бывал раньше это сейчас такая дорога раньше там просто непроходимая была грязь и вот в архиерейском облачении милхиседек прошел весь этот путь естественно певчи там все были эти фотографии есть да я помню фотографию где владыка милхиседек идет и подписано первый крестный ход но на самом-то деле первый был получается годом раньше я первый был годом раньше но просто в девяносто третьем году он был не в ночь а он был тогда выпал 17 июня выпало на воскресенье и мы отсюда от епархии после службы на автобус сели и поехали на автобусе до шувакиш а там уже пошли пешком вообще сколько было людей вот в первом крестном ходе значит корреспондент ожидала я ожидал несколько тысяч я уже объяснил почему эти тысячи вдруг значит не оказались здесь пришло в итоге 10 человек два человека можете даже назвать кто вот я могу я могу вот я уже назвал михаил радченко режиссер то ли севастьянов оператор из екатеринбурга значит я был из москвы и 7 человек настроя 7 человек это были казаки из челябинска они просто оказались им некуда было деться они стояли у костра и грелись и когда узнали об этой идее с удовольствием приняли участие так вот из этих семерых человек челябинских казаков уже через года три-четыре половина была у престола божия стали священники кого-то из единомышленников встретили вы здесь на урале кто помогал и кто также почитал здесь царственных страстотепцы старственных мучеников и с кем впоследствии как бы ну вот вы на протяжении этих лет продолжались урала ну конечно конечно это отец александр никулин безусловно он не был он не было екатеринбургской епархии он был курганской епархии и вот то же самое то есть мы как как бы мы никогда не договаривались мы просто я знал что я должен приехать встретиться с архиереем договориться чтобы это было не партизанщина чтобы это был но настоящее действие по благословению церкви но у нас все были люди не в церкви то все были миряне а независимо от этого приезжал автобус где с отцом александром певчи но все те кто обеспечивали уже как будто это таинство на участие церкви в этом действии а какой год явился переломным в отношении количества крестного хода вот сейчас на настоящем крестном ходу 50 много десятка десятки тысяч вы знаете там была совсем другая история с каждым годом участник восстановился меньше 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 десять девять там восемь семь я уже просто поскольку я отвечал за это я думаю ну как же так архиереи менялись владыка милхиседек был отправлен в ссылку за что уж это отдельный разговор значит приехал к счастью тоже из православного братства никон да никон он был в воронежском братстве мы с ним знакомы были он был в курсе этих всех программ поэтому он тоже поддержал то есть так получилось что все архиереи они были мне близки по каким-то другим контактам и они поддерживали понимаешь что они экстремист и не хочу тут никакую революцию устраивать и вот так уменьшалась 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 мы как как не старались кого-то пригласить ну как не получалось и вдруг ну что-нибудь год может быть 95 примерно я сейчас можно конечно уточнить мы вдруг встречаем туда приходят на на ганину яму даже независимо от нас какие-то люди которых мы не звали причем приходит даже старушки удивительно как они дошли вот значит а потом стали приезжать автобусами из разных из разных регионов урала целыми автобусами вот и и тогда вот я мне сразу как бы от сердца отлегло я понял что все свеча не не угасла вот это будет уже поддержана уже мне не надо думать там договорюсь все пойдет большое спасибо владимир ильич к сожалению формат нашей передачи не позволяет подробно как бы вот историю это почитание царственных мучеников на урале осветить но хотя бы нам удалось сегодня поговорить о крестном ходе этом удивительном начинании во главе которого в общем-то стояли вы и союз православных братств возглавляемый но благословленный владыкой я нам с начала уважаемые друзья на этом наша передача подходит концу я думаю что с владимиром или чем мы обязательно встретимся и в этой же студии и поговорим о других не менее важных темах по истории церкви на урале я вынужден попрощаться с вами до новых встреч и всего самого доброго до свидания